Здравствуйте, друзья! Это Юрий. И сегодня хотелось бы сделать видео, которое будет посвящено NFT. Большей степени NFT коллекция. Для того, чтобы разбираться предметно в этом вопросе, то есть смысл, особенно для новичков, есть смысл посмотреть в первую очередь основную площадку, на которой происходит большинство сделок, и на которой уже скопилось более 26 миллионов всяких разных вот этих NFT. Не буду останавливаться на том, что они из себя представляют. Мне бы хотелось уже такой более-менее обзор сделать этой площадки и более-менее начинать понимать, ну, как бы предметно, да, есть смысл, нет смысла, когда есть смысл, вот уже на такие моменты обращать внимание. Ну, во-первых, огромное количество различных доменных имен, там, коллекций, предметов искусства, музыка, фотографии, спорт, торговые карточки, там, все, что угодно, фактически все уже начинает приобретать характер NFT. Мой интерес к этому предмету усилился после того, как YouTube заявил о том, что они собираются тоже запускать площадки NFT, и связано с тем, что на Кост.ТВ я активно начал деятельность, и Кост.ТВ тоже предлагает NFT, и они здесь есть, кстати, мы их потом посмотрим. Ну, для начала, что бы хотелось сказать. В области, которая меня больше всего интересовала, это спорт. Здесь, в первую очередь, гольф. Здесь пока вот я нашел один, одну площадку только. Она имеет отношение к игроку, который является самым главным дальнобойщиком в мировом гольфе. И здесь вот видно, что у него 10 лотов выставлено на продажу, 9 владельцев у этих лотов. Значит, цена примерно определена в среднем, там, в 4 эфира. И в общей сложности сумма наторгованных сделок составляла примерно 52 эфира. Не так много, с учетом того, что это Брайсон Дешамбо, и что это, ну, один из таких сильнейших игроков в мире. По крайней мере, один из самых известных игроков в мире. Мы можем посмотреть более масштабные коллекции тех ребят, которые, например, начинали в том же 2017 году, когда эта площадка появилась. Вот почти 10 тысяч, 10 тысяч почти лотов у участника, который называется Криптобот. Так, здесь. Ну, вот такие достаточно интересные картинки, по которым можно, кликая на них, смотреть разную интересную информацию. Ну, во-первых, здесь примерно цена, по которой это продается. Сейчас лучший бит на этот лот стоит в размере 554 доллара примерно, 0,21 эфира. Мы можем наблюдать с вами, каким образом менялась цена. Так, Price History. Ну, почему-то картинку не хочет показывать, но здесь мы можем проследить все сделки по этому лоту, которые были в течение истории его обращения. Да, вот он, первая сделка начинала совершаться по 69 долларов примерно, 0,02 эфира примерно. И вот видно, кто был покупателем. И, соответственно, дальше цена возрастала. И мы можем отследить динамику, как это происходило. Да, таким образом мы можем практически статистику посмотреть по каждому лоту. Но нас может интересовать и то, вот здесь есть статистика по крупнейшим участникам, можно глянуть. Это их рейтинг, то есть их рейтинг фактически, да, по поводу, который делается на основе объема стоимости их коллекции. И здесь же можно посмотреть, что более для нас может быть актуально, по каким ценам проходят последние сделки. Тут вот есть показатели, значит, что за лот был продан, по какой цене, какое количество, от кого сделка, кому перешла, перешел этот лот. И сколько времени прошло с момента совершения этой сделки. Они обновляются достаточно активно. И на что хотелось бы обратить внимание. Ну, понятно, что в рекламных целях всегда нам пишут про самые дорогие сделки. Но нас-то интересует, какова вероятность того, что вы сможете продать лот. И, допустим, если вы решили формировать свою собственную коллекцию, то нужно ли вам иметь огромные денежные средства для того, чтобы это сделать. Пока мы абстрагируемся от стоимости хранения и открытия аккаунта, скорее, здесь, на этой площадке. Но к этому вопросу тоже вернемся. Значит, вот, допустим, здесь есть лот, мы видим с вами сделку. Это не в эфире проходила она. За 200, сейчас не помню точно, какой здесь второй токен. Но можно понять, ребят, которые не торопятся торговать в эфире, потому что с эфиром есть некоторые затруднения. И мы к ним вернемся. Особенно для мелких лотов и для мелких участников, да, у которых очень небольшое количество там коллекций, допустим, не сами формируют, а покупают у кого-то. Итак, мы с вами можем посмотреть, кому, кто, кто является коллекционером. И, допустим, выберем какую-нибудь более-менее крупную сделку. Вот так быстро перескакивает, потому что новые актуальные сделки добавляются и уходят в историю глубоко, да. Ну, хочется по кому-нибудь чуть поинтереснее, чем 100 долларов, например. Может быть, мы ее и найдем. А, вот, пожалуйста, да. Вот этот лот. Decentralized Wolf Prof. Ушел за два эфира. Не здесь мы, опять же, можем проследить историю, как торговался этот лот. Ну, можно предположить, что, может быть, ребята играют в покер, между собой решили рассчитаться. Этим лотом по определенным каким-то взаимным обязательствам, потому что, ну, не очень понятно, почему он может стоить таких денег. Так. И посмотрим, вот еще здесь один лот. Очень быстро сделки идут, на самом деле. И посмотрим, кто стал новым владельцем. За 2400 долларов, кто приобрел вот этот очередной какой-то такой шедевр, да. И что у него есть в коллекции. То есть вы можете таким образом, пролистывая представление себе, иметь о том, а что покупают люди, у которых вот такие достаточно существенные деньги на покупку, ну, просто каких-то цикровых активов. Что они коллекционируют. Помимо этого, я, например, таких людей, ну, такие аккаунты, как бы, стараюсь небольшой список для себя формировать, сюда заносить. Указывая активную ссылку на этот аккаунт, и примерно по какой цене сделка была совершена. Конкретно меня не интересует, но вот примерно хочу представление иметь, кто же те люди, которые, ну, те аккаунты, которые приобретают эти активы за цены, там, ну, выше 1000 долларов, например, да. Не уверен, что там вообще возможно в этом, в этих занятиях какую-то закономерность определить, потому что, на мой взгляд, то, что имеет смысл, это относиться к этому как к игре. То есть тут вам нужно понимать, что когда вы заходите в любые криптоактивы, вам нужно тратить на них столько, сколько вы готовы потерять в ноль просто-напросто, да. Как в свое время был такой анекдот американский, когда, по-моему, ну, Джимми Картер, условно говоря, спросили относительно того, что бы он сделал, если бы был молодым человеком, а тогда еще Россия только-только развивающейся страной становилась. Ну, допустим, его спросили про крипту. Что бы он сделал, если бы ему было 20 лет, и он бы стал интересоваться криптой? Он сказал, что он бы взял все свои сбережения, которые у него, там, 50 тысяч долларов, и все бы вложил в крипту. Его спросили, а что бы было, если бы вы в своем возрасте, там, уже под 70 лет, как бы, инвестировали в крипту? Он говорит, я бы взял те же самые 50 тысяч долларов и вложил бы в крипту. Да, то есть речь идет о том, что туда нужно заходить теми деньгами, которые вы готовы потерять. То есть, когда вы молодой, то у вас есть возможность научиться и впоследствии, как бы, использовать какие-то долгосрочные возможности. Когда вы уже пожилой, то вам важно не рисковать огромными деньгами, а участвовать посильными средствами в этих операциях. Значит, какие проблемы есть реально в площадках по исполнению смарт-контрактов, в том числе NFT, связанные с особенностями того, что большинство из них, поскольку это смарт-контракты, торгуются в эфире? В эфире есть понятие газа. Довольно такая мутная история. Для многих это далеко не веселящий такой газ, это только для майнеров такой веселящий газ, да, потому что майнеры берут свою фи, условно говоря, вознаграждение за то, что они помогают осуществлять транзакции и тратят на это свои собственные вычислительные ресурсы. Это такая штука, которая предназначена, чтобы заинтересовать майнеров. Но проблема состоит в том, что вы никогда четко не знаете, какое количество газа вам будет стоить та или иная сделка, потому что сделки отличаются по своему характеру, насколько трудны они, насколько их сложно зарегистрировать. Потом там в эфире были еще какие-то времена, когда, ну, в зависимости от того, как долго осуществляется сделка, если она быстро осуществляется, за нее гораздо больше брали, там, чуть ли не в 5-6 раз за ее исполнение, нежели чем если она исполнялась там 30 минут, условно говоря, да. То есть, вот много такое, большое количество нюансов, зашитых вот именно в эфир, которые сейчас стали, скорее всего, ограничениями для дальнейшей экспансии эфира. И появились уже ребята, которые такие убийцы эфира. В частности, Waves, например, таким образом себя характеризовали, потому что они четко обнаружили все недостатки, которые свойственны эфиру. И сказали о том, что, ребят, давно пора уже делать не такую совсем децентрализованную площадку, да, при которой любая транзакция вычисляется, как бы, там, огромным пулом. Да, можно делать площадки такие частично централизованные, частично децентрализованные. То есть, чтобы вот эти мелкие сделки, они проходили с гораздо меньшим количеством вычислительных мощностей. И благодаря этому их стоимость была предсказуемой и невысокой. И то же самое касалось и выпуска монет. И Waves запустили классную штуку. Капитализация их достигала, там, порядка двух миллиардов долларов. Сейчас с учетом общей просадки по рынку и они тоже просели. Но и NFT здорово проседали последнее время. Поэтому на самом деле, как бы, ну, цикличность ее никто не отменял, как бы, на этом рынке. Она, сам рынок-то привлекательным является благодаря тому, что из грязи в князи и потом обратно. И если вы не слишком жадны, то у вас есть возможность зайти в эту воду не один раз, а там заходить в нее периодически или даже систематически. И вот это вот проблема, да, с эфиром. Поэтому, конечно же, интересно смотреть, а какие альтернативные варианты существуют для того, чтобы поучаствовать в NFT. Ну, в частности, альтернативным вариантом, может быть, сейчас попробуем набрать Кост-ТВ. Вот Кост-ТВ NFT. Кост-ТВ дает возможность доступа к своим NFT, то есть своим авторам создавать NFT на условиях, если они заплатят это, по-моему, тысячу косов. Тысяча косов – это примерно 20 долларов. То есть это тоже какие-то деньги, но это не решающие такие деньги. Да, если вы, например, на Кост-ТВ заводите там примерно 6-7 аккаунтов, ну, 7 аккаунтов я, например, заводил, то, в принципе, эти деньги можно подсобрать за, ну, по крайней мере, за пару месяцев, наверное, точно. Только за счет того, что вы просматриваете видео, да. То есть фактически тогда вот завести NFT для вас не будет стоить как бы денег. То есть это будет стоить для вас только определенных каких-то усилий. Но, если честно, я еще с этой историей до конца не разбирался, потому что мой интерес в основном сейчас связан именно с тем, дождаться того момента, когда YouTube предложит свои условия. Мне кажется, что они будут, выходя на этот рынок, предлагать условия гораздо более конкурентные, чем, допустим, на том же OpenSea. Может быть, по другим продуктам, там в большей степени это будет касаться видеоматериалов. Но посмотрим, что они предложат, потому что, ну, им надо громко на этот рынок заходить для того, чтобы, ну, как бы четко на нем позиционироваться. И появление таких крупных участников, оно, с одной стороны, может привести к тому, что они предложат гораздо более конкурентно способные условия. С другой стороны, возможно, NFT начнут торговаться не только через крипту, а будут торговаться через, ну, как бы, напрямую расчеты будут осуществляться там в стандартных обычных валютах, что тоже для многих может оказаться привлекательным таким моментом. То есть, в принципе, вот очередной такой эволюционный шаг в этой области предстоит, и он будет делаться. И поэтому, скорее всего, сейчас наиболее быстро будут развиваться и, ну, удержат свои позиции те NFT, которые привязаны к игровой валюте. Да, потому что часто бывает, что вот эти вот персонажи игровые, в частности, то, что мы с вами видели в случае криптоботс, это не просто NFT, а это возможность участвовать в играх, и вот в этих играх, как бы, ну, это игровая такая, как бы, история, да, такая, персонажи такие игровые. Поэтому, в принципе, вы их можете улучшать, зарабатывать там, то есть, в принципе, там есть своя такая игрономика. И они дают какие-то кайфушки, да, там какие-то дополнительные вещи. Примерно так же, как вот в NFT, связанных с портом, там, к примеру, привязки были по поводу билетов, доступа там определенной серии. И вы можете, имея NFT этой серии, приобретая, получать возможность, там, получить билет какой-нибудь, ну, для, вот если Брайсон Дешамбо, там, допустим, на какой-нибудь мастерс, там, для, и для участников этой системы это становилось достаточно интересно. Видео очень длинное уже получается. Я думаю, что вот на этом стоит остановиться. На следующих, в следующих видео другие аспекты. Аспекты NFT постараюсь рассматривать. Я не собираюсь это как-то очень сильно систематизировать. На мой взгляд, вот лучшее, что мы с вами можем делать в процессе социального обучения, это выдавать информацию не ту, которую, ну, как бы вот остальные уже выдают, да, а выдавать эту информацию, исходя из своего собственного опыта. Пригодится он кому-то или нет, это не от нас с вами зависит. Но если мы будем искренне делиться той информацией, которую имеем сами, а не только той, которую подчеркнули, исходя из каких-то источников, там, да, программ обучения, там, я не знаю, каких-нибудь вот, ну, таких ресурсов, да, то, в принципе, обмен идеями будет гораздо более интенсивным, гораздо более существенным и гораздо более полезным. И именно поэтому я снимаю эти видео, потому что я четко понимаю, что может быть мало кому они пригодятся, но если кому-то они пригодятся, то это будет, ну, как бы, знаете, я сам, когда такие видео смотрю, то у меня зарождаются какие-то мысли, потому что, ну, мой опыт, как у любого другого человека, он достаточно ограниченный, а когда я общаюсь с теми людьми, которые искренне и рассказывают о своем собственном опыте, то тогда я от этого могу почерпнуть очень много полезного. Потому что хуже, когда сталкиваешься с бесконечным количеством только маркетингового материала, да, который содержит в себе только желание что-нибудь продать, что-нибудь ненужное, да, или нужное. И желание только, чтобы вы совершили сделку, даже если эта сделка не будет приносить вам никакой пользы. Потому что все-таки, вот, давайте с вами обратим внимание на то, что, да, 26 миллионов примерно лотов уже торгуется, да. Вот нужно для себя понимать, какая вероятность того, что вы можете продать этот лот. Я для себя, например, ориентируюсь, сравниваю с Ютубом и думаю, хорошо, 2 доллара за этот лот. Мне нужно было завести эту площадку, заплатить деньги там, вот этот вот газ там, ну, мучиться как бы со всеми этими вещами, да. И фактически, если мы здесь посмотрим, то обнаружим, что порядка 95% всех сделок проходят именно вот по таким ценам, где-то 2 доллара. По большому счету, 2 доллара – это что-то среднее из того, что я получаю по официальной монетизации на канале Ютуб. И стоит ли мне с чем-то завязываться для того, чтобы иметь примерно такие же доходы, но в Ютубе я только стоимость производства, условно говоря, этого видео и временно это потраченное для меня имеют значение, альтернативные возможности использования времени. А здесь получается, что мы с вами можем, если вы приобретаете какие-нибудь активы, они могут оказаться неликвидными, и как мы с вами видим, таких активов будет больше 90%. Основная борьба будет вестись только за какие-то достаточно редкие активы, но на их покупку тогда надо потратить приличные деньги. Например, вы покупаете какую-нибудь вот эту историю, которая последняя выходит за 900 долларов, и что потом вы с ней делаете, вот с этой картинкой. Какова вероятность, что вы сможете ее продать еще дороже. Потому что, по сути дела, NFT – это такая история игры в музыкальные стулья. Кто первый успел соскочить с этой темы, воспользовавшись тем, что она отросла, допустим, в цене, тот и оказывается в конечном итоге выигрышем. Потому что вполне может быть ситуация, когда кто-то купит этот NFT и не найдет следующего покупателя на него. И тогда у него будет очень низкий ликвидный актив, а у меня, например, таких низколиквидных активов выше крыши, и, в принципе, я больше не хотел бы ничего подобного приобретать. То есть, ну, как бы эта стратегия вроде как так виртуально, там можно посчитать, что у тебя какой-то большой капитал, а по факту на твоей текущей жизни это не особо сказывается, и ты еще должен тратить деньги на сохранение этих активов. Но мои активы не имеют отношения к крипте, они там к реальной экономике имеют отношение. Спасибо огромное, друзья. Надеюсь, что вам все-таки окажется полезной эта информация. И буду благодарен, если вы оставите ссылки на примерно аналогичные свои соображения, для того, чтобы можно было формировать вот эти социальные знания, получать их не из рекламных проспектов, а из проплаченного контента, а из независимых источников. То есть, если вот децентрализация-то создавалась, то хотелось бы, чтобы в этой децентрализации были возможности получать такие децентрализованные мнения. Хорошего дня, удачи, счастливо! Продолжение следует...